Я знал, что со временем ее ценность будет только расти. Так о своей коллекции говорит режиссер Рома Алтспиперс. Во время Атмада он собирал и сохранял обрезки кинолент, которые не вошли в документальные фильмы тех лет. И вот теперь из них он создал свое кино, в котором борьба за независимость глазами операторов. Оператор вот снимает кадр. И в край кадра входит Андрей Слапинч, оператор с камерой. Это буквально 2-3 секунды. Я увидел даже самого себя, снятый где-то. Ромальд Пиперс – режиссер и оператор документального кино. Он признается, во времена Атмады вокруг разворачивались такие события, что для истории стоит сохранить все. Интуиция его не подвела. Это все надо было выбросить и сжечь. Что-то из печи рейхской киностудии. Мы собрались что-то в мусорнике, что-то в монтажном цехе. Ну вот так собралось. И, понимаете, 30 лет мы не знали, что с этим делать. Это было примерно... Все занимало примерно половину этого помещения. Тогда операторы снимали на кассеты, в которых пленки было на 2 минуты. Использовать ее вторично невозможно. Не позволяли технологии тех лет. Самое ужасное, что и посмотреть, что именно снято на обрезках кадров, было невозможно. Для этого их надо было сначала склеить специальным киноклеем. На это ушло целых два года. Депутаты, политики, они видели одну картинку. Мы видели другую картинку. Но те, которые мерзли на баррикадах или на митингах участвовали, могут вам рассказать третье. Ну, попробовали собрать вот эти воспоминания. Вот и все. Так и получился фильм «История за кадром кино». Есть в нем и известные съемки, но с удивительными подробностями, которые рассказывают сами операторы. Я протянул руку и пожимал руки всем. Иманту Калниншу, Джемми Скулме, Альберту Белсу. Моя рука вошла в историю. Леди Народного фронта Дайни Стивенс после просмотра фильма Рамуальда Пиперса признался. Некоторые моменты были для него неожиданными. Этого он не помнил. Символичный фильм Рамуальда Пиперса показывает музей Народного фронта. Когда и где еще можно будет его увидеть, автор пока не знает. Но вряд ли он будет пылиться на полке.